доброе утро дорогая церковь слава господу за это время хочу сразу сказать ну действительно когда проходят какие-то ситуации неординарные в жизни а война это это то что несет зло то что несет потрясение это переводит тебя совсем другие размышления совсем другую позицию в сердце своем ну и физически также потому что сегодня мы здесь спасибо пастор за то что вы даете такой посыл чтобы быть не не гостями не чужими а быть здесь дома потому что мы церковь да мы церковь живого бога мы братья и сестры и это это действительно придет от бога и когда дух божий наполняет твой сердце когда ты более становишься к нему чувствительным ты понимаешь что реальность бога особо в таких ситуациях тяжелых ситуациях она становится намного больше намного сильнее это знаете такой пример он ну может быть такой банальный да который ну мы знаем все когда одному брату да бог открыл такое видение когда вот были следы рядышком еще ну вы знаете да прекрасно это вот и потом вдруг один момент а он спросил бог а что это вот это твои следы а вот рядышком мои следы и вдруг одни следы прервались и остались только одни он закричал господи зачем ты меня оставил я не оставил тебя просто в этот момент в этот период жизни я или вы я просто несу тебя на руках и сегодня знаете мой дух он это ощущает реально но физически также там где мы сегодня живем где бог принял нас сестры там где сейчас нахожусь я вот в этой церкви мой дух мой рожденный дух от бога ощущает как бог держит меня на руках мне хорошо я внутри я сейчас вот я вячеслав химич вячеслав я не чувствую внутри поражения я не чувствую его почему потому что как бы не складывались на у нас с тобою обстоятельства да ну где в каком городе тяжело благодарение богу в этом городе хорошо именно физическом плане бог держит нас с тобою он никогда не отпустит и апостол павел это провозгласил и сказал что никто и ничто да не меч не голод не война до или также царь давид говорит даже если восстанет на меня война вы слипок пойдет не убоится сердце моё потом даже если восстанет война и даже если он и потом дальше этот то давид горит потом говорит апостол что даже восстанет станет меч, какие-то потрясения. Никто и ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, драгоценные. Немножко, может, для знакомства. Это нормально. Мне всегда нравится, когда в наше служение приезжали братья, сестры, с которыми знакомишься. И когда люди рассказывают немножко свое свидетельство. Как, что с тобой, где ты, откуда. Меня зовут Вячеслав, мне сегодня 49, в этом году будет 50. Даст Бог жизни, доживем. Аминь. Но все в руках Божьих. Знаете, изначально Бог всегда учил, когда я только уверовал, ну, как-то положил это в мое сердце, что нужно жить одним днем. Я и жну так наставлял, детей так же, ну, в церкви так же. Жить, вот сегодня мы живем. Не нужно жить, а, как было. Ну, мы можем вспомнить. Или вот, вот если будет, мы сегодня живем. Давид сказал, один день во дворах, у порога даже, он говорит, да, там, по-моему, у порога в Доме Божьем, один день всего лишь намного лучше, чем тысячи лет в дворах нечестия. Там, где широко, все так разгульно. А Давид говорит, не-не-не, там, там плохо. Почему? Потому что то движение в погибель, то скользкий путь. Вот, и поэтому сегодня вот этот момент, да, мы в присутствии Божьем, пред Богом нашим сегодня, который освещает нас, Он благословляет нас своим присутствием, словом, вообще замечательно все. Вот, и вот сейчас нужно жить. Бог тогда еще проговорил в мое сердце, я так жил, мы были довольны всем. Ну, во всяком случае, я себя сейчас говорю, я был доволен тем, где я, куда мне Бог позвал. Вот, и сейчас я доволен, братья и сестры, я доволен. Я в Доме Божьем, я там, где Его церковь, где есть движение Божье, Святой Дух, где ангелы на этом месте охраняют нас, и где святые и дивные, которым Давид тоже говорил, я к святым и дивным, Господи, я хочу там, где будет мне хорошо и приятно. Вот, до, хорошо, жена, четверо детей, сегодня здесь присутствует мама-теща, вот, аллилуйя, в этом собрании она недавно только добралась, вот, в ваш город. До 24 лет я не был верующим человеком, и, ну, как обыкновенная среднестатистическая семья, наверное, Советского Союза, вот, неверующие родители, и я также. Я не верил ни в духовный мир, я не был набожным человеком, вот, то есть, занимался спортом, хорошо учился, был примерный у родителей ребенок, вот, я старший, у меня есть еще младший брат. То есть, как-то все так было, вроде бы, ну, в таком уровне, так, все как бы хорошо, но внутри всегда у меня возникал вопрос, ну, вообще, что я, кто я, и когда я сталкивался с какими-то ситуациями, когда ты планировал, я планировал, я проживу до 100 лет, вот, мне хотелось почему-то до 100 лет прожить, ну, не знаю, так с детства было. Ну, когда происходили какие-то смерти у кого-то, может быть, из родственников, или там, помню, я был юным ребенком еще, да, и у меня были, я любил бабушку с дедушкой, они здесь вот недалеко от, в общем, они, это Ставище, Кривец, в общем, тут недалеко, на границе с Чикарской областью. И я вот так вот, у меня приходила такая мысль, что когда-то их не будет, когда-то их не будет. Вот я юный был, я даже плакал ночами, я плакал ночами, что как это когда-то, или вот бабушка по линии отца, которую я никогда не видел, и отец мне рассказывал, она так тебя любила, мне было год и три, и мы, я вообще родным из Казахстана, там проводились разные, там, 7 палатинских, недалеко, в общем, были испытания вот эти ядерные, и, в общем, она от рака умерла, мне было год и три. Но мне говорили, она так сильно тебя любила, сильно, просто обожала тебя, а я ее не помню. И у меня вот это вот в детстве, когда мне говорилось, что тебя кто-то любит, а я не помню, а я хочу с этим человеком пообщаться, с тем, который любит меня. Но наши души, они стремятся к любви. Сегодня мы об этом слышим, пастор говорил, молитвы все, ну, нам нужна любовь. Ты и я, мы нуждаемся в ней. Я не скажу, что у тебя ее нету, но, послушай, Бог, который позвал нас, Он есть любовь. И Его любовь, она безгранична. И поэтому, когда ты получил определенное прикосновение этой любви, эта же любовь, этот же Бог, Он зовет тебя в глубину этой любви, потому что Его любовь безгранична. Аллилуйя! И вот тот юноша, ну, маленький мальчик, юноша, сколько мне там было, я задавался одним вопросом, потом я взрослел физически, потом я что-то хотел в жизни попробовать, я стал это пробовать, я вроде бы стал оторваться от родителей, но я понял, что это не приносит мне насыщение и наслаждение. Я понял, что наоборот, это опустошает меня, это опустошает какие-то общения. Не, ну я держался каких-то определенных рамок приличия, потому что воспитание отца и голос отца, даже если, где я был, меня папа хорошо воспитывал, слава Богу за него. Если даже попал в какие-то компании, то я говорю, слава, я как бы, слава. Ну, в общем, не-не-не, я не буду, не хочу, не-не. А вдруг папа увидит, как будто папа был всемогущим. Ну, был всемогущий папа, который наблюдал за мною. Я благодарен Богу, что я не спустился на те уровни греха, которые, ну, я знаю ребят, которые оттуда, до которых Бог поднял, и слава Богу за это. Но пришло то время, когда я осознал и понял, что не нужно пробовать то плохое, то негодное, чтобы потом оттуда вылазить. Лучше за лучшее. Сегодня и сейчас, как Библия говорит, ныне день спасения. Не надо пробовать то, что тебя опустошит. Не надо пробовать то, что, ну, травмировать тебя, травмировать твою душу. Лучше осознать и понять, что сейчас нужно бежать к Божьей любви, и быть с Господом всегда. Вот. И потом, потом пришло то время, когда мне было засвидетельствовано о том, что есть Бог. До этого момента я уже был знаком со своей женой, то есть мы имели уже супружество. Но вот не было того супружества, которое я рисовал в своей жизни. Я что-то рисовал, что-то представлял, планировал, так как говорил, до 100 лет прожить, планировал счастливый брак. Ну, как минимум одного сына Бог дал, трех и плюс еще дочка. Вот. То есть Бог нужно дать не сравненно больше, чем мы просим, чем мы помышляем. Как-то так. Но смысл, да, вот моего свидетельства для нас сегодня, что когда ты это делаешь сам, когда это делает просто твоя душа, и ты вне Божьей воли, ты вне Его царства, тогда человек слаб, человек немощен. Почему? Потому что потом, когда я познакомился с Писанием, да, когда Бог открыл мне понимание Писания, Библия говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. То есть грех, который пришел от Адама, и смерть, которая пришла с человеком, которая написана «вошла», и смерть вошла во всех человеков, вот эта смерть, вот этот грех, и демоны, которые имеют теперь для того, чтобы владеть человеком, имеют как бы платформу в человеке, это грех. И это смерть, дух смерти, который из-за того, что произошли вот эти, ну, первопричина, то есть грехопадение в раю, дьявол стал нарушать ритм человека, он стал вести его не в том направлении. И поэтому, не имея спасения, не имея веры в Бога, да, я шел не в том направлении, и это опустошало меня, вот. И когда мне засвидетельствовали об Иисусе Христе, когда прошло какое-то определенное время, и когда я уверовал, когда я призвал имя Иисуса Христа, попросил у Него прощения, тогда в тот момент что-то особое в моей жизни произошло. То есть Писание говорит о том, что когда человек кается, когда человек верует, он становится дитем Божьим, он рождается свыше. И я на тот момент, когда я никогда в своей жизни до покаяния, я никогда не прикасался к Писанию. То есть у нас дома не было Библии, то есть мы были атеистической семьей. Но после моего покаяния, это было вечернее служение, и вот на пасхальные дни будет четверть века, как и верующий человек. И вот после покаяния, когда я встал утром, когда я встал утром после покаяния, вечером было служение, я встал, и я ощутил внутри себя, в своем сознании, в своей душе, я ощутил, что вчера со мной что-то произошло. Я стал вспоминать, ну как бы на просыпании, я понял, я сам себе сказал, так я же стал верующий человек. И в этот момент, в этот момент, мне не хотелось пойти чаю попить, то есть у меня не было аппетита физического. Мы тогда в тот момент жили у тещи, у нее тогда уже была Библия. Она была, ну на тот момент она посещала служение аппетитническое. И я просто поднимался к Библии, я стал ее читать, и по сей день я читаю Библию, я понимаю ее, и это является для меня всегда питанием, для меня всегда является вдохновением, потому что Библия говорит, само Писание нам открывает, что человек будет жить не хлебом единым, не физической жизнью, не одеждою, не каким-то устройством, каким-то отдыхом или деньгами, какой-то властью, каким-то достатком в жизни, а он будет, Библия говорит, всяким словом будет человек жив, который исходит из уст Божьих. Поэтому сегодня, когда мы стоим на этом месте, это самое, я так считаю, как служитель, как верующий в Иисуса Христа, я считаю, что это очень, ну, как бы не то, ну, одно из важных или как бы фундаментальных по времени ситуаций, когда мы находимся в то время, когда Бог вкладывает в твое и мое сердце слово, вкладывает вдохновение, вкладывает направление для наших стоп, чтобы наша жизнь, она увенчалась благословением в конечном итоге. Давайте мы откроем, первое послание Иоанна, первое послание Иоанна, третью главу. Я просто хотел сегодня развивать эту тему, тему быть Детем Божьим, тему самого важного состояния в твоей моей жизни, это тогда, когда человек, человек, ну, первый момент, человек должен стать спасенным. То есть на тот момент, когда я что-то строил в своем сознании, и даже в моей жизни какие-то стали происходить события, но я был не спасенный человек, и тогда внутри была пустота, к жизни и к самому себе вопросы, почему я что-то хотел, я настраивал себя, что я буду любящим отцом, что я буду заботливым супругом, да, и тому подобное, но в своих желаниях я как бы не находил силы, чтобы это было проявлено в моей жизни. И ответ пришел и приходит каждый день, тогда, когда я продолжаю, и ты также можешь для себя это отметить, когда мы продолжаем веровать в Бога, когда мы продолжаем утверждать тот статус, который Бог дал тебе и мне, статус Дитя Божьего, статус человека спасенного. К этому сейчас мы еще прочтем. Я хочу такой момент сказать. Вспоминаю одного евангелиста, который, ну, у него, ну, как фишка такая была, да, так назовем, когда он, куда бы он ни попадал, он всегда задавал один и тот же вопрос людям. Если он попадал там где-то в кафе, в ресторан, ну, подзывал, там, к примеру, обслуживающий персонал или там рядышком кто, он спрашивал у них, здравствуйте, ну, он представлялся, он говорит, а можно вас спросить, а вы, я знаю, вот он говорил, я знаю, что мир делится на две категории людей, на спасенных и не спасенных. Можно вас спросить, а вы к какой категории относитесь? И когда человек говорил, спасен или нет, ну, тогда и соответствующий был разговор. Но это очень хорошо, я так запомнил для себя. То есть в каком смысле? В смысле в том, что Бог говорит о том, что есть дети Его, а есть еще дети не Его. Хотя при всем при том, мы все являемся Божьим творением. Никто из нас не является творением дьявола. Дьявол вообще никого не сотворил, потому что он не творец. Он только может искажать, он только может воровать, он может извращать и может себе что-то присваивать. И сегодня, когда мы видим агрессию оккупантов, мы понимаем, что это люди не от Бога. Но это, они вообще-то Богом созданные. Но действуют не как дети Божьи, действуют как дети дьявола, которые присваивают и как дикари, как дикари просто приходят и, ой, я вижу игрушка. В детстве они не наигрались, видимо, они дали им, знаете, а теперь они думают, они как-то восполнят свою жизнь. Не восполнят. До тех пор, пока не спасенный человек, до тех пор, пока грехи не прощены, пока дух человека мертв во грехах, плохо будет. Не увенчается человек благословением, лишь только тогда, когда становится детьем Божьим. И вот мы, давайте посмотрим 1 Иоанна 3 глава. Можем прочитать с 1 стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает вас, потому что не познал его. Возлюблены мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Пока остановимся. Ну, я немножко буду связывать со своим свидетельством, как я уверовал, какие понимания приходили, потом это открывалось в Писании. Первый момент хочу сказать. Интересно так, когда я уверовал, ну все, в принципе, это был 97-й год. 97-й, да. Ну, то есть как бы особо сказать, я вообще из Славянска. Бог потом позвал на миссию в город Изюм. Да, ну когда вот какое-то время я был верующий, и Бог нас позвал туда быть служителями. И я занимался спортом, было много ребят, с которыми общались, отдыхали, спортом занимались. И потом, когда я через время их встречаю, и говорю, привет, тебя любит Иисус, пойдем в церковь. Он, ну, то есть сразу как будто ему бам по голове, ну, в лоб. Славон, ты что, что с тобой, ты что, свихнулся вообще, какая церковь. А был такой момент, хочу рассказать, у Бога есть юмор. До этого, ну, спортсмены, они или шли в большой спорт, или потом шли в другие слоя, чтобы зарабатывать деньги. И вот я немножко эту сферу как бы зацепил в своей жизни. Хотя при всем при том, ну, для меня это было дико и странно, вот, чтобы так зарабатывать, да, к примеру. Ну, мы там с ребятами одними там общались, и как-то мы встретились вечерком. А на тот момент уже были свидетели, я сторожую башни, которые немножко уже там книжечки свои раздавали. И я решил поприкалываться. Они подходят ко мне, эти ребята, с которыми нужно было там по делам пойти. И я одному, а как вы думаете, я так театральному, как вы думаете, а если Бог, он, ты что, типа, шутишь, ага-ха-ха, там, да, 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 я пошутил. И прошло какое-то время, Бог потом уже не шутил. Бог позвал и сказал, да, ты будешь говорить обо мне, и это будет уже не шутка, это будет серьезно. Вот. О чем я? О том, что... А, мысли потерял немножко. Хорошо, возвращаемся. А, да, вспомнил, спасибо, Господь. И вот, когда я уверовал, когда я уверовал, я задался вопросом, сам себе задался вопросом. Ну, вот, как бы, вроде бы все нормально, но все равно вопрос, как я вообще уверовал? То есть, ну, я же вообще не искал этого, не читал, не в церкви, а там православный, не ходил и тому подобное. И мне пришло, я тогда только был уверующий человек, и мне пришло такое местописание в мое сердце. Меня нашли, не искавшие меня, и я открылся, не вопрошавший обо мне. Это говорится и в Исаии, пророк Исаии говорит, а потом это апостол Павел вторит это в послании к римлянам. И я понял, что вообще-то быть спасенным человеком, быть человеком, угодным Богу, служащим Ему, это великая честь, это просто от Бога. Тут нет человеческих заслуг. Никто не может похвалиться Богом о том, что, дескать, вот как я молодец какой, как я покаялся, о, халилуя Богу, или вот какой я стал духовный, вообще, ну, и в принципе, есть такие разы, вот у нас рот такой, вот мы такие, вот с этим все нормально. Но чтобы спастись, чтобы иметь предназначение от Бога и быть угодным Богу, это определение Божие, как написано даже об Иисусе Христе, о нашем Господе, о нашем Спасителе, через которого мы все спасены, написано, вот, о нем порочество, вот как обо мне в книжном свитке написано, иду исполнить волю Твою Божию. То есть, есть то, что Богом прописано, есть то, что Бог реально хочет для твоей, для моей жизни, и к этому мы должны быть просто внимательны и открываться, открываться. Знаете, в своем служении я заметил такую тенденцию, и я так же, ну, это как в подтверждении того, что я говорю, что это милость Божия, это от Бога приходит спастись, благосоверная семья, там, служение, там, быть в безопасности. Почему? Потому что в своем служении мы очень много людям проповедовали в нашем городе, в Изюме, очень много проповедовали и в Англии определенным людям. И это длилось длительно, долго и тому подобное. И удивительно, но немногие согласились и немногие спаслись. Возможно, эти потрясения, но опять же, не от потрясения, я думаю, не от потрясения люди приходят к Богу, хотя это тоже инструмент в руках Божьих, но что-то есть глубже, чтобы человек осознал свою нужду в Боге, вот эту жажду, чтобы войти в то первоначальное, что Бог написал в своей книге для твоей и моей жизни. Я задавался таким вопросом, он думал, что если бы мне, если бы мне столько бы проповедовали, сколько я проповедовал, то я бы уже магистром, наверное, был. Но вопрос даже не в том, сколько проповедуется человеку, а сколько человек сам воспринимает, насколько почва его сердца открыта для того, чтобы брать слова Божьи, брать движение Святого Духа в свою жизнь, чтобы потом это реализовалось в счастливую, благословенную жизнь. Еще такой момент хочу рассказать. Я сегодня когда в служении был, мы поклонялись Богу, и разные такие картинки всплывали, какие-то события из жизни моей, из служения, из того, где какие-то движения Божьи были. Мысль такую, хочу сказать, через Писание и из практической жизни. написано, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. Это написано в Каринтовскую церковь первого послания, 12 глава. И вот в своей жизни я на практике это пережил. Уже не со своей жизнью, я тогда был уже рожденный человек, а со своими друзьями. У меня был день рождения, или это было лет на день рождения, но одним словом, мы позвали своих друзей, неверующих, и было, наверное, 50 на 50, были верующие, неверующие уже, и цель была одна. Ну, так Бог прикоснулся к моей жизни, к Лене, к моей жене особо, что мы бегали после своего покаяния, всем проповедовали в доме, где с кем учились, общались, дружили и тому подобное. Ну, с этим они словом, мы были научены, наставлены в церкви с руителями, что пастором, что всякое дело там, день рождения, еще что, работа, ну, не знаю, трагедия, все нужно использовать для проповеди Евангелия, потому что, если человек не спасен, он идет в ад, он будет поражен на веки вечные, а Бог хочет человека оттуда вытащить, да, вот, и мы собрались, кушали, общались, все абсолютно трезво, все абсолютно вкусно, вот, и был такой конкурс, мы написали бумажечки, и кому какое желание попадет, чтобы его исполнить, там были разные желания, ну, мы так написали, половину таких душевных желаний, половину духовных, и вот, у меня был друг, загадычный, до сих пор он есть, и его жене попадается листочек, ну, записочка, и она такая открывает, ну, до этого люди исполняли желания, открывает, такая, нет, нет, я не буду этого делать, вы что, нет, нет, я говорю, а мы еще не знаем, я говорю, а Наташа, делай что-то, ну, я точно знаю, что там все прилично, то есть, как бы, там плохого ничего не будет, вот, она говорит, нет, я не буду, а я говорю, да, что-то написано, а там написано, скажи, что Иисус Христос твой Господь, она была неверующей человек, и она не смогла этого сделать, и для меня так это знаменательно, то есть, есть духовные, ну, показатели, ну, само состояние духовное, когда человек не может этого сделать, потому что Библия однозначно говорит, что ты или спасен, или ты дитё Божье, или ты не спасен, ты можешь сказать его, назвать своим Господом, или нет. То есть было время, когда люди вообще отрицали Бога. Сегодня они не отрицают, как в одном из своих путешествий апостол Павел попадает в Афины, и он-то видит разные идолы, и видит жертвенник неведомому Богу, и он потом начинает проповедовать, и начал он с того, что он говорит, я вижу, что вы люди как бы особенно набожные. Да, мы же помним это местописание, кто читает Писание. То есть есть особенная набожность, но это ещё не спасение, это ещё не всё то, что нужно приобрести человеку в своё сердце. Другой момент, который мы знаем, Корнили, сотник католийского полка, который написано, там много творил милости, а не ещё молился Богу. Слушайте, но многим верующим нужно ещё поучиться у того сотника, сколько он милостыни творил народу Божьему, Израилю тогда, сколько он молился, но не был спасённый человек, и когда к нему пришёл ангел, он сказал, иди к Петру, он скажет тебе такие слова, если которые ты примешь, воспримешь, ты спасёшься, твой дом спасётся, и у вас будет вот так всё хорошо. И он послушался, и это произошло. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы понимали, что когда кто-то вокруг говорит «слава Богу» или ещё что-нибудь, не стоит ещё до конца успокаиваться. Не стоит до конца успокаиваться. Да, всё хорошо, потому что он сказал «слава Богу». Но есть глубина, в которую тебя и меня Бог ведёт, чтобы это стало, как Иоанн говорит, чтобы у тебя было внутреннее свидетельство, чтобы это так, как ты знаешь себя, кто ты по имени, ты знаешь своё родство, так же самое в своём сердце, ты точно чётко знаешь, что Отец принял тебя. Ты чётко знаешь, что твой дух не мёртв во грехах, твой дух жив. И когда ты прикасаешься к Писанию, для тебя это не наказание. Читайте Библию, читайте Библию. Ну ладно, буду читать, не понимаю, не хочу. Ну что, лучше какую-то другую. Есть с этими, с раскрасками? Как-то это не сильно, чёрно-белая. Чтобы так не было. Почему? Потому что подобное с подобным. Туда, куда тянется душа, то, что жаждет твой дух, и когда к этому ты приходишь, значит, ты внутри жив. И потреба в Боге, и в Его Слове, это та необходимость, и то благословение, которое необходимо тебе. Хорошо, пойдём дальше. Какую мысль ещё хотела говорить на сегодняшнее время. мы почтём. Третий стих мы читаем здесь же. И всякий, всякий, имеющий эту надежду на Него, то есть на Иисуса, на Бога, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех из беззакония. И вы знаете, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи, взять грехи наши, и что в нём нет греха. И дальше. Мы читаем дальше. Всякий, пребывающий в нём, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его. Идём дальше. Дети, да, не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Подобно, как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Можно пока остановиться, да? Вот смотрите. Был такой момент, когда Иисус с учениками с вами проходил, и он увидел слепорождённого. Он увидел слепорождённого. И у них возник вопрос. А кто согрешил? Он согрешил. Мальчика слепорождённого не увидели, да? Родители его согрешили. Но, знаете, мы всегда ищем первую причину. Это нормально. Вот конфликт, военный конфликт. Кто виноват? В чём проблема? Кто же? Ну почему так? Мы же этого не хотели. Мы нормальные. Ну послушайте, и тому подобное. А Библия даёт ответ. Братья и сёстры, церковь Бога Живого. Библия даёт ответ. Вначале дьявол согрешил. Он вначале. И поэтому мы должны иметь правильное наставление в Писаниях. Мы должны иметь чёткую, ясную позицию и отделять света тьмы, отделять праведность от греха и от беззакония. Тогда мы не притнёмся. Тогда мы будем идти верным путём и будем иметь успех. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, а потому что семя его пребывает в нём, и он не может грешить, потому что рождён от Бога. Дети Божьи и дети дьявола. Я ещё раз хочу сказать. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ну, наверное, можем пока остановиться. Да. Следующий момент, о чём хотелось бы говорить, о том, что Бог, даже при своей жертве, при жертве Иисуса Христа, когда Он отдал Сына Своего, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь, Он всё равно в Новом Завете, дальше, после креста, после воскресения Иисуса, Он даёт такое уточнение. То есть Он не уравнивает всех. А, ну, раз я вас всех люблю, а Библия говорит о том, что Бог возлюбил, поэтому и Сына отдал. Он не уравнивает это, и Он всё равно возлагает ответственность. Он возлагает ответственность на человека. Человек ответственен, кто он, с кем он, что он делает, как он мыслит, какой ход его жизни. И вот из этого, то, что мы читаем и смотрим, мы понимаем так, что есть дети Божьи, а есть вообще конкретно дети дьявола. Чуть дальше мы не будем смотреть, но тут написано, что тут написано про Каина и Авеля, здесь же в этом повествовании, да? Но когда мы читаем, когда мы читаем Ветхий Завет, когда написано, познал Адам Еву, и она рождает Каина. И там написано, что она приобрела этого ребёнка, это было от Господа, это не было от дьявола. То есть всё нормально, это всё хорошо. Но проходит какое-то время, написано Каин, из-за того, что жертва его была не принята Богом, но хотя Бог с ним имел беседу, Бог его корректировал, Бог не отверг Каина, Он поговорил о его жертве вообще-то. И поэтому иногда, когда Бог показывает нам, или через проповедующих, или через внутренние какие-то размышления, через совесть, показывает нам то, что Ему не угодно, это Он не отвергает тебя. И когда Дух Святой приходит, написано, Он не приходит с осуждением. И какие-то мысли, которые указывают тебе, что какая-то тьма в твоей жизни, какая-то неправда. Это не осуждение, это обличение, это то, что высвечивает какой-то яд, какую-то занозу, что нужно от тебя отдалить, убрать это. Вот и всё. Но Каин не так это считал. И он стал человекоубийцей, он пошёл на поводу у дьявола, написано, потому что дьявол есть человекоубийцей от начала, Писание говорит. И поэтому мы можем увидеть так, что он превратился из Дитя Божьего в Дитя Дьявола, и он убил брата своего. Есть такая определённая мысль, братья и сёстры, что это было как сослужение, вот в данном случае с Каином ситуация, потом в служении Иисуса Христа. И сейчас, если мы можем немножко посмотреть на физически происходящие события нашего времени, в данном случае я знаю, за наш город, что появились люди, которые, ну, внешне вроде бы они были за город, за Украину, за нормальное человеческое существование, но когда пришла вот эта вот ситуация, они проявили себя абсолютно по-другому, они проявили себя как предатели. И вот мне такая мысль пришла недавно по этому поводу, что дьяволу, дьяволу очень тяжело вредить человеком, ему очень тяжело докучать Богу, ему очень тяжело делать какие-то разрушительные действия, если у него, если они будут предатели. Это было так с Иисусом. Ну, представьте, если бы не было Иуды, ну, понимаем, да, то есть он тот, который пошел в сговор, он тот, который взял деньги, он тот, который потом взял войско, это Иуда, который был апостолом. В одном из посланий написано, что Иуда и Скариот, когда 12 перечисляется апостолов, Иуда и Скариот, написано, который потом сделался предателем. То есть как бы вначале, то он не был предателем. И так же самое, если брать дьявол, о котором Писание говорит, вначале это был херувим осеняющий, это был ангел сначала. Это не было сначала, и создал Бог дьявол. Не создавал Бог дьявола, он стал дьяволом. И дети Божьи, как творение, вначале мы творение Божие, но мы должны из творения Божьего стать детьми Божьими. Из неспасенных мы должны быть спасенными, а некоторые из неспасенных становятся сатанистами, одержимыми, человекоубийцами, насильниками. Понимаем, да? То есть Писание нас об этих вещах, и так в объеме в таком, оно нас оповещает об этом и желает, чтобы наша жизнь, она уменьшалась с успехом, чтобы мы всегда стояли на стороне Бога. Библия говорит еще о таких вещах. Этот же Иоанн здесь чуть раньше в этом послании пишет, что Бог есть свет, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И перед этим написано, что это вот благовестие. То есть благовестие, в которое ты и я уверовали, в добрую весть, да? В послании от Бога с неба оно конкретно описано. То есть о чем речь? О том, чтобы мы были в границах, так скажем, да, дозволенного, в границах того мышления, в границах того поведения, каких-то действий и вообще всей своей жизни, которая является светом. Потому что тьма, она не от Бога. Потому что грех, какие-то потрясения, это не от Бога. От Бога те вещи, в которых человек имеет развитие, созидание, духовный рост, когда его имущество, его социальный уровень или уровень общения, он возрастает. А если же все обратное, человек становится более замкнут, более беден, более мудрости поменьше и тому подобное, и все хуже и хуже. Братья и сестры, так не действует Бог. Бог пришел, чтобы поднять жизнь человека. И когда Христос пришел, Он дал заповеди, которые являются заповедями счастья, заповедей блаженства. То есть все, что в твоей жизни ведет тебя в радость, в счастье, в определенное довольство, в этом действует Святой Дух, в этом действует Божья благодать. А все, что, знаете, как червяк, который подтачивает твою жизнь, как где-то что-то все меньше, как-то скудно-скудно в каких-то вещах, то, значит, есть движение не Божьего Духа, против которого нужно выступать, против которого нужно от Бога брать силу, чтобы эти вещи, они были устранены от твоей и моей жизни. Давайте мы еще одного посмотрим местописание. Откроем послание к Ефесянам. Откроем послание к Ефесянам. Или Ефесянам. Город Ефес. Мы посмотрим первую главу. К Ефесянам, к Ефесянам. Первая глава. Перед этим я хочу следующее сказать. Вы знаете, это прекрасно. Об этом сказал сам Иисус Христос. Он сказал, что я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Следующий момент, очень важный момент. Это было так и у меня, когда, если прикоснулся немножко, когда меня свидетельствовали, я немножко до своего покаяния попал в христианскую церковь, такую евангельскую, и мне попалась книжечка, ну нам уже в семью попалась книжечка «Жить по новому концепту». Есть такой Вольгант Вегерт, епископ, служитель из Германии. И вот он создал такую книжку. И вот на тот момент, когда я был нерожденный свыше человек, не уверовавший еще, ну немножко уже был осведомленный, потому что мне было проповедано об Иисусе. Вот я вот открыл эту книжечку, и там было написано первым пунктом, что нужно покаяться. О покаянии мне уже что-то объяснили, и я, в принципе, на тот момент внутренне, в своем сердце согласился, ну покаяться, ну ладно, в принципе. Хотя не до конца понимал, до покаяния в моем представлении все было серое. Я не понимал, как это грех, как это святость, как это праведность. Вообще эти понятия, ну они абсолютно отсутствовали в моем сознании, потом как бы все серенько было, даже в чем каяться, ну как бы, ну покаяться, покаяться, но в чем непонятно. В принципе, я был согласен. Потом, читая следующую ступеньку, которая там предлагалась в этой книге, это нужно было принять водное крещение и стать членом какой-то непонятной церкви. Ну на тот момент для меня, понимал. Я так раз так второй, о, да не-не-не-не. И вот когда куда-то, к кому-то присоединиться, там что-то делать, с какими-то людьми непонятно, да не. Ну и как раз вот этот второй пункт, и первый пункт он перекрыл, что-то и каяться, в принципе, получается, не в чем. Так вот, как раз я хочу сказать, братья и сестры, о втором этом моменте, который Бог открыл, как раз после покаяния. Потому что когда человек кается, и когда с ним что-то реальное внутри происходит, тогда второй, третий, двадцать пятый, и какой пункт не откроет Бог, ты туда пойдешь и будешь делать это с радостью. Аминь. И поэтому второй пункт, это вот церковь, второй пункт церкови. Дети Божьи, это те, которые являются церковью. Это не просто кто-то один, я Детю Божий, я такой важный, я такой, все нормально с тобой, ты действительно такой. Но без тела Господнего, без принадлежности к церкви, без конкретной связи с главой, которой есть Иисус Христос, ну, как Писание говорит, что, ну, это немножко грубый, может, пример будет, но веточка, да, она должна быть на лазе. А если веточка немножко, ну, удаляется, если отсекается, то какое-то время она будет еще такая, вот я, вот, ну, потом все хуже и хуже, хуже и хуже. Поэтому нужно быстренько назад, если где-то что-то отсеклось в твоей жизни, если что-то не на ту дорогу свернул, быстренько нужно возвращаться в церковь, быстренько в тело Господне. Почему? Потому что именно тело Господне, церковь его, является живым организмом. Братья и сестры, ну, к этому хорошо, прочитаю и еще продолжу. Итак, первая, первая Ефесянам, глава, первая Ефесянам глава. Здесь написано об Иисусе Христе, 20-м стихом прочтем. С 20-го до 23-го. «Силою, которую Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, Бог воскресил Иисуса из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке этом, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Бог очень сильно оценил, Он очень сильно поднял именно свой народ. Братья и сестры, я хочу вам сказать, что когда мы молимся за Украину, когда мы жаждем благословения этой стране, жаждем победы, мы в это верим, и это все придет, это 100% аминь. Но я хочу следующее в такой момент сказать, что Бог, Он это сделает, во-первых, ради Иисуса Христа, а во-вторых, ради Церкви, ради Тебя и меня. Именно ради детей своих, ради своих детей. Если мы сейчас подумаем о том, подумаем, если кто-то хотел причинить вред твоим детям, и ты реально мог бы заступиться и сделать доброе для своих детей, вопрос, сделал ли бы ты это, ну и воспользовался ли бы ты этой возможностью? Ответ однозначный, 100% да и аминь. А наш Бог, которому мы уверовали, Его имя Эль-Шадай, Его имя Бог всемогущий, Его имя Бог, для которого нет ничего невозможного. И когда мы смотрим в Писание, и когда мы из этих слов для себя берем чувство собственного достоинства, не говорю гордость, а есть такое хорошее благословенное понимание, чувство собственного достоинства, внутри тебя, в твоем сердце должно это быть. Ты церковь Бога Живого. Мы знаем также место Писания, да, Ветхий Завет говорит, что тот, кто лезет к кому-то из нас, да, он лезет в глаз Богу. И это очень высокая такая оценка. Когда я вначале, ну, услышал, и для меня пришло это слово через проповедующих, да, я так восхищался Богом и так был рад, ему и это вижу доселе, что это так и есть. Когда Бог оценил меня, меня, кто я такой, что Он оценил так высоко, говорит, послушай, если кто-то будет тебя трогать, церковь моя, сын мой, дочь моя, если кто-то будет тебя трогать, послушай, они лезут ко мне, но я не останусь в стороне, я не останусь в долгу. И поэтому вот эта позиция, позиция церкви, позиция спасенного человека, позиция Дитя Божьего, это то, что мы должны всячески хранить, мы должны всячески это развивать. И следующий момент, о чем хочу сказать, мы должны это доводить до совершенства. Как написано, мы читали в первом послании Иоанна, он говорит, что мы еще будем, мы еще не до конца, какие мы будем на самом деле, но это откроется, это откроется. И в эти откровения, как Дитя Божьего, ты и я, мы должны туда идти. С самого начала, когда я только уверовал, с самого начала, как только я покаялся, мне так проповедовали, потом я так много об этом читал в Писании, и до сих пор я в это верю, и я уверовал, братья и сестры, в вечную жизнь. Писание говорит, что все согрешения лишены славы Божьей, да, но когда мы каемся, спасаемся, то Бог дает нам дар вечной жизни. То есть в твоем сердце, в самом начале, как Писание говорит, Бог показывает начало и конец, альфа и омега, да, то есть Бог нам сразу открывает все это. Дух Святой, который приходит в твое и мое сердце, Он показывает эту глубину, которая оставлена нам с тобою в Писании. Иисус говорил своим ученикам, апостолам, Он говорит, Я не называю вас рабами, Я называю вас друзьями, и в доказательство того, что вы мои друзья, Я вам открываю все, Я ничто не сокрыл от вас. И поэтому, когда ты соприкоснулся, мы с тобой соприкоснулись в Писании, мы соприкоснулись с живым Богом, мы начинаем читать Его Слово, мы начинаем в это веровать, и мы начинаем понимать, что был тот момент, но это было так со мной, был тот момент, когда я не знал этого, это не было внутри меня, какая-то вечная жизнь, я не умру, я буду жить. Потом читаешь об апостоле Павле, как он был куда-то поднят, что-то слышал, потом говорит вообще, ребята, я не дрожу этой жизнью, я желаю разрешиться быть со Христом и тому подобное. Спасибо. Думаешь, как это, откуда, кто это может вообще по-человечески так воспринимать, но мы можем это воспринимать, и это воспринимается тогда, когда с нами произошло это духовное перерождение, когда мы внутренно поняли и осознали, что действительно твой и мой грех прощен, что действительно внутри тебя есть этот дух усыновления, как Писание говорит, который мы взываем Ава Отче. Когда было время, ты не взывал к Богу, но сегодня ты можешь сказать Ава, то есть Отец, Папа, ты мой Бог, я в это верю, и знаете, иногда это становится, кажется, таким обычным, что, ну, кажется, это было всегда с тобою, но этого когда-то не было с тобою, и мы не должны к этому привыкать, для нас всегда должен быть от этого восторг, трепет, и более того, не только останавливаться на этой позиции, но простираться к Богу дальше. Как в одном из посланиях Павел пишет, что мы облеклись в нового человека, там написано, и облегшись в нового человека, в познании призвавшего нас, и обновляется, а, там слово, и обновляется, то есть наш дух, наша внутренность, она обновляется в познании того, кто нас призвал. То есть, я о чем говорю, о том, что быть дитем Божьим, это не вода, это река, то есть не позиция, ну, постоянства какого-то, а позиция развития, позиция движения. Это развитие в молитве, это развитие в евангелизме, это развитие также и в святой жизни. То есть, есть те моменты, которые также Писание оглашает и так, ну, обозначивает, так назову это слово, обозначивает для своих детей. То есть, святой, да, свящается еще. Хорошо, что ты спасен, но, возможно, ты не крещен Духом Святым, и тебе нужен Дух Святой, тебе нужно наполнение Духом Святым. Возможно, ты крещен Духом Святым, но ты не знаешь еще своего призвания, ты не знаешь, какие дарования Бог желает дать тебе и действовать через дарование для назидания церкви. И поэтому есть всегда к чему стремиться. Есть всегда те рубежи и горизонты, к которым Святой Дух обязательно, обязательно будет тебя и меня побуждать. К прочитанному, прочитанному, братья и сестры, здесь написано, что Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви. Только у церкви, только у церкви есть власть над демоническим миром. Только у церкви есть власть, которую Бог, Иисус Христос, передал апостолам и сказал, на ком оставите грехи, на том останутся, а на ком простите, тому будут прощены. Бог передал власть церкви своей. Так же сам Он говорит, все, что вы свяжете, да, и развяжете, мы знаем эти прекрасные места Писания. Так вот, я хотел бы чуть-чуть глубже об этом сказать. Я верю так, что Бог ведет церковь не просто в то, что мы запомнили через Писание. То есть мы что-то запомнили, мы можем что-то процитировать, как здесь же, вот в этом повествовании, в этой молитве, которую молится апостол Павел. Перед этим он говорит 19 стихом, вот здесь, Эфесянам, 1 глава, 19 стих. И как безмерно величие могущества Его в нас, в верующих по действию державной силы Его, которая им воздействовала во Христе. Посмотрите, еще раз. Павел Духом Святым утверждает, но первый контекст, я думаю, ну, так соотношу к Павлу и к тем, кто был, кто был с ними. То есть Павел имел такую глубину, такое откровение, он не сказал, ну, это так просто, это для, ну, то есть, ну, такой вот, ну, каждый, кто провозгласит, или вот как-то вот прочитает, он не сказал, прочитайте, как вот люди говорят, дайте мне такую молитву, напишите мне, пожалуйста, когда за людей молишься, ой, вы так помолились, хорошо, а вы можете мне написать? Ну, люди думают, что как-то вот образ какой-то или конкретный текстик, ну, не вопрос, это может сработать, да, действительно, но Бог хочет большего, когда вот, может, сначала, как я так же сам, когда не знал, как каяться, я выходил вперед, и пастор вел меня в молитве, самая первая моя молитва, пока я не был, а так, но потом мне сказали, давай, 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 ты сам можешь, я как, ну, я не умею, не знаю, давай, давай, Бог поможет, Бог поможет, написано, открой уста, открой, он наполнит, ну, попробуй, Господи, или молись, мы сейчас молимся за крещение Духом Святым, молись, открывай уста, как, так где возьмется, ну, раз взялось, Господи Боже мой, как оно происходит, так как это происходит от Бога, главное, главное, действовать, главное, быть дитем Божьим, главное, жаждать этого, и потом будут эти проявления Божьи, но, к этому хочу сказать, что Павел имел эту глубину откровения, что как безмерно велико могущество его в нас, да, вот, в нас, и потом он говорит верующих по действию силы его, конечно же, это относится к каждому верующему человеку, но именно верующему, не сомневающемуся, не предполагающему, что да, действительно может так, но это ж Иисус мог, знаете, сказать, дьявол, умолкни, буря остановить, а что я, моя рука не такая, как у Иисуса, такая же, он был такой же самый человек, как это и я, об Илье пророке написано, он был подобный нам человек, мы читаем это в послании к Якову, да, подобный нам человек, и когда мы читаем, о, Илья пророк такое сделал, такое, ну я, наверное, ну как, а он говорит, потом дальше, пророческие, ну, пророческое действие, так скажем, Ветхого Завета останавливается на Иоанне Крестителе, до этого был, до этого был Илья, а он подтверждает, вот именно, Иоанн Креститель, это величайший пророк из всех пророков, да, а мы смотрим на Илья, о, восхищаемся, а Иоанн, вообще молодец, а он говорит, что, потом дальше Иисус говорит, но, самый маленький, самый маленький в Царстве Божьем, самый маленький в Церкви, чем пророки Ветхого Завета, что они могли делать с Богом, тем более, значит, он говорит, ты церковь моя, жезл силы, Бог говорит, я пошлю Сиона из Церкви моей, и он говорит, господствуй, господствуй, то есть, когда, когда, к нам приходит опасность, да, ну, когда мы маленькие были, мы кричали, мама, папа, папа, да, но когда мы подросли, ну, может, на начале, на духовном уровне, на начальном, да, мы кричим, пастор, помолись, церковь, там, все нормально, да, но, но когда мы подросли, мы понимаем, до каких пор, да, убирайся от меня, вон во имя Иисуса, да, я Божья Церковь, и тому подобное, то есть, вот эти позиции, когда Бог склоняет своих врагов в подножье Церкви, в подножье, в твоем и моем подножье, потому что мы Церковь Божия, когда Он наполняет тебя и меня этой полнотою, это Божья воля, это Божье определение, к которому мы должны устремиться, уверовать и пользоваться этим достоянием нашей жизни. Давайте мы еще посмотрим одно место Писания, я буду заканчивать, я сегодня когда стоял, мы открываем, сейчас скажу, это мы откроем первое послание к Петра, первое послание Петра, первую главу, я вспоминал, ну, сегодня так вот вспоминалось мне в молитве, когда мы поклонялись Богу, те моменты, которые были в нашей жизни, когда Бог, Бог давал дерзновение, молиться за людей, конкретно там за своих детей, и Бог давал, Бог давал ответ, Бог помогал, Бог исцелял, был такой случай у нас, ну, вообще был случай, у нас первый ребенок, когда мы несколько месяцев были верующие, первый ребенок, Артем, он обжегся, на него кипяток вылился, и он попал в ожоговое отделение, мы только были верующие, только уверовавшие, и для нас это был шок, мы вопросов Богу не задавали, мы продолжали оставаться теми, ну, быть теми, кем мы стали на тот момент, многие задавали вопрос, ну, как же вы верующие, ну, где-то прямой вопрос, некоторые в глазах было ответ, ну, как же вы такие верующие, где же Бог был, и тому подобное, мы не задавали вопросов, ни друг другу с женой, никому, мы просто молились Богу, и Бог действовал, Бог исцелял, мы лежали в том ожоговом, это было в Краматорске, Бог выписывал людей быстрее нас, то есть люди с большими проблемами приходили, мы молились, и они уходили, приходили, они уходили, Бог их исцелял, Бог являл свои чудеса, твою славу, свою славу, был такой момент, когда мы собирали, я, в частности, собирал медперсонал, тогда на тот момент кассеты были, ну, вот такие, поняли, вставлял кассеты, проставление им ставил, они просили, медперсонал просили, чтобы за них была совершена, была молитва, вот, потом был такой другой момент, а, ну, хорошо, договорю, и там было такое странное лечение, они налажили на него повязку, она присыхала, и через день они ее отрывали, ну, вот, где-то так, я не понимал, что за садистическое лечение такое, ребенок постоянно кричал, я звал братьев, в этот момент, когда была перевязка, братья, ну, я с братьями, мы стояли перед этой перевязочной, постоянно молились, чтобы ребенок не кричал, и я понял, что, ну, что-то, что-то не то, как-то, не, я рад за медицину, в какой-то мере, вот, но не до такой степени, и я принял решение, я просто забрал ребенка, мать, ну, то есть, его маму, то есть, свою жену, я забираю, пришел к врачу, говорю, так и так, я забираю, он начал на меня там, ну, возмущаться, я говорю, давайте под мою ответственность, я забираю, и я верю, что Бог его исцелит, мы забрали его домой, и Бог восстановил его дома, исцелил, я привязал его к манежке, так руку, ну, лежал так ребеночек, постоянно проводил с ним ночами, и через некоторое время Бог его исцелил, был такой момент еще с Артемом, у него, когда мы поехали на служение, когда Бог нас призвал в изюм, у него появилось под языком киста, и начало расти, буквально, и она стала видимая, и был даже такой момент, он гуляет так во дворе с ребятами, и слышу разговор у них, они, а ну, открой рот, открой рот, раз, не открывает рот, а, ты не верующий, ты не верующий, а вот он верующий, открой рот, он открывает, а у него, ну, дети, мы там всем засвечествовали, что мы верующие, у них, у детей такое, под языком что-то есть, значит, ты верующий, вот, ну, мы понимаем, что наоборот, это не надо этому верующему, и мы молились, и я проклинал эту кисту во имя Иисуса, уже потом даже пошел такой процесс, ну, она стала сильно расти, мы подумали, что может быть какое-то хирургическое вмешательство, но я так о себе скажу, братья и сестры, это знает моя жена, и мои дети, моя церковь, я вот сильно верующий в то, что Бог исцеляет, и освобождает, являясь в его чудеса, и мы это делали, делали, проклинали это все дело, я просто начал еще давно это делать, когда только мы уверовали, я помню, у этого же Артема первого, был сильный, ну, воспаление было, какой-то насморк постоянный, кашель, и вот он один день ходит, знаете, как с Павлом было, ходила она, одержимая духом прорицательности, о, это рабы Бога Всевышнего, рабы Бога Всевышнего, они несут нам спасение, и написано, Павел вознегодовал, обратился к духу, дух нечистый, выйди из него, и в общем, там и те обанкротились, и она стала свободной, аллилоя, вот, и вот где-то что-то подобное было, один день ходит ребенок, и все, он, ну, кашляет, все, сопливит, и я помню, иду так вот, как сейчас, он сзади меня, ты, чмыгает, и я думаю, до какой же степени, дьявол, как ты меня уже достал, порой, во имя Иисуса, сопли пошли вон, все, на следующий день ребенок встает, пошел в садик, все в порядке, братья и сестры, о чем речь, о речи о том, что Бог нам с тобой, мы Божья церковь, неспасенный человек, тебе нужно спастись, сто процентов, потому что у неспасенного это нет, есть у спасенного человека, есть тот, кто с Духом Божьим, кто верит в Иисуса Христа, и тому подобное, вот, и вот одним словом, за Артема дальше, когда вот это было, вот под языком у него это дело, и в один прекрасный момент, я шел по городу Изюма, и мне приходит такое понимание, ну, я и церкви говорил молиться, церковь, давайте будем молиться за моего сына, и тому подобное, и вот мне приходит такое понимание, как, знаете, как сходит такое определенное облако, Ну, как картиночка такая, знаете, вот, как во сне, может быть, знаете, такая тусклая, ну, как видение, да, можем так называть, ну, это мысленное такое было, что я стою перед церковью, говорю, церковь, слава Богу, Бог освободил ребенка, Он исцелил эти кисты. Я такой, ну, я просто это шел, это был день, я просто иду, мне такое, ну, классно, прикольно так бы сделать. Домой прихожу, Лена прыгает, аллилуйя, что такое? Бог исцелил, я открою рот, открывает, а там ничего, амэн, аллилуйя. Следующий момент, это как, знаете, как вдохновение для нас церковь, просто вот я вспомнил это, я думаю, ну, если Дух Божий хочет, чтобы мы это услышали, да, я думаю, я еще одно свидетельство и одно местописание, и я передам пастору. Был такой момент, когда мы поехали отдыхать, мы не часто отдыхали, это можно пересчать по пальцам, на море, я имею ввиду, и мы взяли своих детей, на тот момент у нас уже было трое детей, Миши еще не было, вот, и третий, младший, ему там было тогда, по-моему, лет пять, получилось так, что в дороге мы поняли, что он заболел, у него температура, ехать далеко, мы ехали в Ялту, один раз в жизни я был в Ялте, я верю Богу, когда началась эта вот вся заварушка, мы когда общались там на молитве в Изюме, я говорю, я хочу в Ялту, я хочу, Боже, помоги мне, благослови меня отдыхать в Ялте, аллилуйя, Боже, сделай так во имя Иисуса, Ялта наша, украинская, амэн, вот, и вот мы туда поехали, и оказалось в дороге, что ребенок заболел, а заболел отит, простудились, ну, в общем, заболевание ушей, там все такое, мы всю дорогу молились, там, в общем, отстаивали все эти позиции духовные, ну, пришлось немножко купить лекарств, но, одним словом, мы отдохнули, возвращаемся домой, и получается, что-то у него, как бы, как возобновилось, мы уже приехали в Изюм, и у него что-то возобновилось, вот, и он, ай, папа, я не могу, мне больно, больно, я вижу, ребенок мучается, болит, мы помолились за него, давай, сынок, помолимся, а, помолись, папа, раз помолился, ну, вроде бы, вроде бы, хорошо, потом, стоишь, начинает стонать опять уже, ночь, стонет, 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 мы опять помолились, и такое, это как опыт для тебя, церковь, да, для, может, это пригодится, и я начал молиться, я начинаю вспоминать, что мы молились, Бог дал уже определенную помощь, и вот такое происходит, я молюсь, и вроде бы ничего не происходит, так не может быть, И мне приходит такое понимание. Я понимаю, что Дух Божий говорит, что это Дух лжи. Это дьявол, который лжет. Это ложный симптом. Это неправда. Там не может быть этого, потому что я его исцелил. И я говорю, дьявол, Дух лжи, убирайся вон из моего ребенка. Прочь! Ребенок заснул. И больше никаких симптомов. Аминь. Аллилуйя. Братья и сестры, одно местописание, которое является центральным для нас благодаря тому событию или той личности, из-за которой мы все это имеем в своей жизни. Это Иисус Христос. Давайте мы читаем первое послание Петра, первая глава. Здесь написано 18 стихом. 18 стих. Зная, что нетленным серебром и золотом, или золотом, искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Братья и сестры, все, что мы уже получили, все, что мы еще получим в своей жизни, и то, когда мы войдем в небеса и получим награду, как Писание говорит, ты и я, когда мы служили Богу на земле, мы получим награду. Ты скажешь, какую награду? Но Библия говорит, не видела того глаз, не слышала уха, не приходила даже на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его. И все это благодаря нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Он своей кровью омыл нас от грехов наших. Он удалил от нас врага. Смерть вторая не имеет власти над тобою, потому что мы получили вечную жизнь в Иисусе. Аминь. Благослови всех, Господь.